Сергей Ньюс, мы находимся в Комсомольске, сейчас с автоколонной мы движемся, не знаю куда, но мы движемся, как бы вы увидите, впереди мы на площадь Ленина, а впереди мы уже видим сотрудники ДПС, стоят. Продолжение следует... Ну да, ребят, можно сказать и так. Андрей Гусев. Так, куда сейчас? Прямо поедете? Прямо? Направо. Так, знаешь как, давай я сейчас выскочу, а вы мне потом выезжайте прямо, а я с кем-нибудь на последней машине. На Ленина я тебя высылаю. Мне, чтобы посмотреть все это. Комсомольске, требуем уважать наш выбор. Фургар, народный губернатор. Фургар, наш выбор. Амурск, Комсомольск, Мамурск, Хабаровск, Солнечный, поселки Эльбан, Иван, Славянск, Виталий, Железнадь, Маняк, Гюрадежат, Новый Учинск, Краснодар, Новый Восток. Гордимся Хабаровским райом. Всем привет, привет, друзья. Своих не бросают, а не восточники своих не бросают. Фургар, выбор Хабаровск, Рогаев. Народного губернатора. Что, я не пропустят сейчас? А, ну, все. Я вижу. Фургар, выбор Хабаровск, Рогаев. Блин, а вообще без этого. Все рваны. Ой, блядь, хамуша. Она порвалась. Это какие-то бракованы. Почему они все рвутся-то, блядь? Да. Быстро, китайское районное. Быстро, китайское районное. Почему они перегородили? Да, нет, ладно. Это стопки остались. Решили крушать не делать? Нет, до времени уже. А, ну да. Все пока доедем. Да. Все пока доедем. Вон еще один эллибаж стоит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Улыбнись блядь Я нечаянно, друзья Я нечаянно Мы не сходимся Мы не сходимся Мы не сходимся Едут за руку держатся такие Смодные Вон сирены выключили встали уже все Сирены не нужны Мы не сходимся Мы не сходимся Мы не сходимся Мы не сходимся Нормально Мы не сходимся 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 Верните нам бургала Верните нам бургала Верните нам бургала Верните нам бургала Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 сторонку вставляет там нету а здесь да ничего что-то у меня подзависло это капель, что-то нет Спасибо большое за вашу финансовую поддержку нашему каналу. Я очень благодарен. Вера Егорова. Вера Егорова. 20 рублей в два раза. Спасибо большое. 25 рублей. 20 лет, 20 лет, 20 лет, 20 лет. Вера Егоровна. И еще раз 25 рублей. Спасибо большое, друзья. Три раза по 25 рублей. Спасибо. Я очень благодарен. Вера Егоровна четвёртый раз. Там уже два экипажа встали. Музыку слушают полицаи. Глубняк играет. Здесь Котека, Клубнячок. Что-то они там шептут, непонятно. Больной какой-то, провоцирует специальную позицию. Мы здесь власть! Он тоже больной, у него с башкой не в порядке. Какие-то больные сотрудники провоцируют специально людей со своими звукомыми и северинами. Это действительно больные. Вот тут квадрокоптер... Это наш край, это наш край, это наш край. Ура! 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 Ребят, Ростислав со спецприемника звонил мне утром и передавал вам привет! Выбор народа нужно уважать! Выбор народа нужно уважать! Выбор народа нужно уважать! Выбор народа нужно уважать! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Мы не победимы! Мы не победимы! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Просыпайтесь города! Свободу! 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 Я говорю музыку включаю сейчас! Ахахаха Ваним! Один за всех! Не все за одного! Один за всех! Не все за одного! Один за всех! Не все за одного! Эзов! Н És足... о҉ау Вот ж ф Скучу! Вы будете гулять или поедете с нас? Что они делают? Они вокруг людей ездят на аварийках. Больные все следили. Полиция поддерживает колонны, друзья. Это реально выглядит так, что полиция сейчас поддерживает людей. Это клево. Они уехали, они обиделись. Они обиделись, они уехали, собственно, друзья. Полиция позор! Это что-то новое, действительно новое, что сотрудники полиции начинают кружить вокруг колонны. Мы понимаем так, что не поддерживают колонну, поддерживают шествие. Сила правды! Правда за нами! Сила правды! Правда за нами! Сила правды! Правда за нами! Сила в правде! Правда за нами! Выбор народа! Нужно уважать! Выбор народа! Нужно уважать! Ребят, да какая разница? Мало вышло или много? Они вышли. И это уже много значит, когда люди выходят и начинают протестовать. Комсомощь, выходи! Комсомощь, выходи! Мы здесь власть! 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 Урал неубийся! А вы знаете по поводу сокращения безопасности? Слабо не убить! Слабо не убить! У него в смысле с башкой не в порядке! Я иду по пешеходному, он летит на меня! Вообще больной! Красавчик! Какие-то я не знаю, кто их вообще на работу берет, их больных, им лечиться надо, в больницу идти, проверяться там, у них все с головой на вменяемость, кто их за руль еще посадит. Друзья, это автоколонна, автопробег, я думаю, места, наверное, на всех не хватит. Девочки, заплачевала тогда! Я, мы Сергей Пургал! 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 Свободу Бургалов! Я так понимаю, это администрация Комсомольска, да? Да, это администрация города Комсомольска на Амуре, и мы знаем, что Дегтярев там! А, вот так даже! Вот так вот, друзья! Говорят, что Дегтяревов находится в этом помещении. Но все знают, что он трус, и к людям он не выходит. Честный суд в Хабаровске! Давай Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Люди скандируют Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Дегтярев, выходи! Ну-ка, горлодёрт, надо вперёд погулять! Свободу полиции включённых! 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 Свободу полицию включённых! Путина в отставку! Путина в отставку Ему очень опасно Ты видел уже этот гаишник Чуданова? На меня прям влетит Я ему, ты чё, дебил, говоришь, что ли? Очнись, придурок Ну, не вменяемый какой-то смысл У меня есть фотографии этого полицейского Есть на видео, так что я думаю А мы сюда чё двинули? Ну, это ж администрация Угу Тихо не мотивились Правда, Егоровна Угу 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 Уже потому что, в принципе, ему хорошо, может быть, и не знали, но главное не за единородов, не за шпорта, да, а получилось так, что мы проголосовали за очень хорошего человека, который поверил людям и который очень-очень много сделал за два года. И, конечно, народ будет за него, и, конечно, народ будет выходить до самого последнего, добиваться его свободы, потому что все верят, что он ни в чем не виноват. Это все, конечно, сверху все идет. И он просто здесь пошел против системы, против власти, его просто убрали, он здесь стал невыгоден. Почему, как вам кажется, Владимир Владимирович, он, как вы сказали, не идет на диалог с людьми? Он не идет. Во-первых, отношение к народу, и у него похабное, просто у нас не любит, не уважает, не только не любит, он нас не уважает и относится к нам. Ну, вот как вот этот Соловьев сказал, как тут непонятно, на что живет, да, какие-то там нелюди, можно так сказать, существа непонятные. И он не видит смысла вообще к народу выходить, а зачем? То есть народ может весь вообще собраться и пойти. Что он может сказать? Что все хорошо, все замечательно, он мне скажет. А что сказать? А тургала ему нечего сказать, все и так все понимают. И он, как трусливый заяц, просто прячется. А СМИ его покрывают, наше хорошее, честное СМИ его покрывает. Ну, так, покрывают все его. Все-таки для власти люди, в глазах власти, это какой-то инструмент бизнеса их личного? Или все-таки это какое-то достояние вот именно страны? Ну, какое достояние? Там бизнес, там все, там только все в бизнесе, все. И с заводом Амурсталин, только понятно. А что вы можете рассказать по поводу Амурсталин? Да, знаете, я ничего не могу сказать, только могу рассказать про Амурсталь, то, что я читаю в Инстаграме, да, то есть я там не работаю, я не знаю. Но так все понятно, кто там владеет акциями, как это все получилось, как мы с другого забрали, как мы с другого потеряли, повезло, что он нам продал и тому подобное. Почему он не выходит, почему он... Почему он зашугали, музыкали, тому подобное. Ну, сейчас пытаются следитья с Урголом, но с Урголом у них однозначно не поступают. На русский уже стал, вся страна обстоит. Спасибо вам огромное. Дим. С Амурсталин, помогите мне Петро! С Амурсталин, помогите мне Петро! Камзомольск, выходи! Камзомольск, выходи! Камзомольск, выходи! Камзомольск, выходи! Камзомольск, выходи! Сидя на диване, будьте рабами! Сидя, машина едет, извиняемся! Свободу бордов! 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 Слава Богу, что они побоялись и только скрывали, не показывали! Да, да, всякие фейки давали нам, а мы увидели, что он живой, да, а как держится мужик, потому что мужик, а это все, а это все, да, да, потому что он все, он знает все, он знает наши проблемы. Дальний Восток, мы сила! Дальний Восток, мы сила! Путь на восставку! 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 То есть реально нас сейчас выжимают, ну, как апельсины. А подскажите, вот отношение к работникам, в каком смысле они, вот вы сказали, что они сами добиваются, чтобы люди уходили? С чем это связано? Было такое понятие, ну, допустим, как там недоштат, да, нам платили. То есть, когда должно было, допустим, ну, грубо говоря, 20 человек, да, быть, работа и 10. Вот, платится какой-то процент недоштатный, да. Ну, и пока единицы числятся, которые должны быть. Вот, выплачивают тем, кто есть, выплачивают какой-то процент недоштатный. Сейчас этот недоштат отбирают, допустим, народ там переводят, там, ну, со смен, допустим. Кто в смену работал, привыкли, там, день, ночь, два дня, выходных, да. То есть люди годами работают, там, десятилетиями. Там, кто-то подрабатывает, кого-то в день переводят, допустим, и народ не устраивает работать. Скажите, а это все началось после ареста Фургала или дома? Ну, да, да, конечно. Когда Сергей Иванович, получается, выпупил, да, ну, будем честно так говорить, все равно там, ну, хоть и говорят, что никакого там отношения не имеет, это так для официальных, да, там, в СМИ там. Все равно там, да, он контролировал, то есть контролировал, получается, продажу завода, да, то есть выводил ее, ну, из банкротства завод выводил, когда, до 17-го года, да, то есть, по идее, завод-то уже встал, как говорится, в нехорошую позу, там, начал с 2008-го года вставать, когда еще Коклов набрал кредитов, там, сделали, там, это, МНС, там, машину непрерывного литья заготовок, оборудование набрали, кредитов набрали, оно так и не работало, кредиты остались, там, из 9 миллиардов до 30, там, процентов только накрутили, и все, и все это, как говорится, богатство, там, когда сталь упала в цене, получается, изделия, упали в цене, и все, и, ну, там уже было, то есть, когда дошло до 30 миллиардов, уже долго, уже невозможно было, и вот это все грамотно обанкротили, там, банки иностранные побрили, как раз тогда же, 14-й год, там, всем, там, кто иностранным банкам не платил, там, аплодисменты, там, большие, и вот под этот шумок, получается, как бы, завод выставили на торги, и, ну, грамотно его, как бы, взяли, он спас его, я всем, как бы, говорю, и, там, пишу, там, где могу, там, что он спас, по сути, завод, потому что, как, шпорт, шпорт вообще хотел этот завод, как бы, закрыть, там, какой-то мини-передельный, там, в Кабаровске, да, там, построить, мини-передельный, то есть все эти активы, там, электроэнергию, там, и металлолом, все переправить туда, и там, там, мини-передельный сделки, а здесь он у нас, по сути, градообразующий, да, ну, центрального района, по крайней мере, это точно, амурметалл. И фургал отстоял завод, как бы, все, он его подвел под программу территория опережающего развития, и все, они, как бы, грамотно купили, но там, я думаю, что там уже запланировано все было, что, то есть, вот, кинуть наших ребят, да, фургала и нестрюкова, то есть, почему им выдали кредит именно в этот, ОСП-банке, да, которым учредителем является, они без нас не уедут. Я думаю, что, да, все было, то есть, все было рассчитано, то есть, если покатит завод, покатит, то они вот так вот и нахлобучат. Алексей, а вот, скажите, вот, вы, как сами уже говорили, я когда брал интервью по поводу Амурстали, никто никакого четкого ответа не мог дать мне, а вы, вот, правильно я понимаю, вы работали какое-то время на Амурстале? Да, 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 с 2008 года, да, с 2008 года. Смотрите, какая у нас красивая картинка появилась, изначительная. Да, мы в прошлый раз заметили, да. Мы ее, по-моему, как-то появляли, не заметили. Друзья, про картинку имели в виду, вот так вот, где-то вот здесь. Мы тот раз приклеили, сняли. Сергей, снимите вот, почетные, настоящие почетные граждане города, это Гагарин. Вот, действительно, да, Пенри, это врач детский, замечательно. Вот эти все первостроители, вот эти наши, да. Это настоящие, действительно, почетные наши жители. Это у нас, да, по-моему, Пенри. Пенри, да, если не будет. Он очень. Да, у него живот у нас в улице, его, да. Он был военным врачом, и с 7-го года был в бар, в 1907 году, вот, на детской больнике. Да, да. Вот так вот, дорогие жители. Потому что многие не знают, вот еще наш именитый Моресик, по которым я тогда и говорила. Это человек, который, вот, вот такие, да, велосочники, как Моресик. Мы по этому такие, мы упертые. Раненый через дыню солнца. А покажите... Бережко нет у Юры, олимпийский чемпион по волейболу. Может, она нас увидит и у нас передадим для Юлики. Вот Юлечка наша, чемпионка по лыжам. А почему-то Бережко Юры нет, олимпийский чемпион по волейболу. Юлечка, если ты нас слышишь, тебе привет. И мы все равно, как я тут сейчас бы сказали, что сняли с нее почетность это, а мы считаем, что это почетный гражданин нас навсегда. Владимир Петрович, 27 лет был мэром Комсомольска, довел до нищенского состояния город. А сейчас, по-моему, в Хабарской думе сидит, там что-то не все живы. Михалев, да. 27 лет. Я видела... Михалев, собственно, да. Как выборы, так все с мастерком на этих, на плацатах. Город не строился, он ничего не делал. Покажите, какая у нас доска почетная. Пусть Жорник увидит, какой позор. Это перед его окнами. Вот такая вот. Ну да, на самом деле, это почетные граждане города. Друзья, это смысле... Дороги ужасные. А вот и администрация, собственно, мы стоим и смотрим на нее. Даже вот обратите внимание на флаги у нас. Какие флаги? Поменять уже давно надо. Друзья, ну что, мы... Ну а мы все-таки... А, Света, можно я скажу? Да. Там вопрос в Хабаровске, постоянно все говорят, почему Комсомольск на забастовку не выходит. Я хочу сказать немножко про вот это. Понимаете, почему мы не выходим на забастовку? Ну, мы, это не я, конечно, я не работаю на заводах. Но тот, кто работает, они сказали, на заводах. В общем-то, не местные работают. На заводе работают все приезжие. Вот у нас судостроительный завод. Там 80% это приезжие люди. Они не выйдут бастовать. Не выйдет и Гагарина бастовать. Потому что там такая же песня, хотела грубее сказать. Там так же приезжие, то есть командировочные, которые получают под 100 тысяч. А наши местные 20-30, это вот такая зарплата у них. Я понял. Они тоже сейчас в такой нищете, но они тоже не выйдут. Они все понимают, они нас поддерживают, но они не выйдут. Потому что работы потом найти в городе не будут. А нам говорят, что к нам везут китайцев. А это будет уже беда для всех. Мы все понимаем, что если будут китайцы здесь жить, то нам места не будет. Спасибо большое. Ну что, дорогие зрители. Хабаров, привет, мы с вами. Спасибо большое, друзья. Ну а мы завершаем нашу трансляцию. Пришло время. Может, скоро еще выйдем с вами в эфир в городе Комсомольске на Амуе. Комсомольске. Ну а сейчас мы завершаем эту трансляцию. Я хочу сказать вам спасибо. Без вашего выучателя. Если здесь некогда, то есть. Вы молодцы, друзья. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам.